Я тут недавно от моего друга такую интересную новость услышал. За столом сидели, и он мне говорит, что типа Путину наплевать на всё, на страну, на Карабах, потому что Путин скоро умрёт, у него рак. И когда я выразил ему своё недоверие, мягко скажем, он типа так ещё удивился, говорит, типа, как, ты разве не знаешь, об этом уже все знают. Вот, типа, что он даже по заграничным командировкам ездит со своим биотуалетом. Ну, чтобы типа никто не украл его анализы, да, калмачу, там, чтобы не проверили и не узнали, что у него рак. Чтобы типа Пробрежнева так узнали, ну, что у него старческий маразм, типа, украли его там калмачу. Ну, и по анализам определили, что он уже скоро помрёт. Ну, во-первых, я хотел бы спросить у всех, кто меня сейчас слышит. Вы что-нибудь об этом слышали? Знаете что-нибудь про это? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Кто-нибудь слышал про то, что у Путина рак, правда? Я в это, конечно, не верю. Ну, а теперь давайте немного порассуждаем о том, что Путину действительно ли всё равно и действительно ли на всё наплевать. Да? Что бы я хотел сказать по этому поводу? Ладно, хорошо. Путина можно ругать как угодно, говорить про него всё, что угодно. На... до какой-то степени, конечно. Но то, что бы кто-нибудь мог бы сказать, что он человек глупый, ну, это вряд ли, да? Вряд ли кто-нибудь из его противников, сторонников, кто-нибудь может сказать, что Путин глупый человек. Надеюсь, с этим согласны все, да? Ну, значит так, вот и будем исходить с той точки зрения, что Путин человек неглупый. И как человек неглупый, он, конечно, понимает и знает, что все мы смертны. От рака мы умрём, или от чего-то другого, ну, какая разница. Все мы рано или поздно отдадим коньки и отправимся в путь-дорожку дальнюю, да? Окей, хорошо. Теперь, что бы сделал бы неглупый человек, имеющий огромное наследство, такое царство огромное, и, конечно, понимающий, что рано или поздно он помрёт. Ну, что бы он сделал бы? Он же должен предусматривать, ну, о будущем думать, да? О том, что будет потом, о своих потомках в консенсовах, да? О чём-то таком, да? Окей, так вот. Что бы сделал бы неглупый человек? Осмелюсь предположить, что неглупый человек подумал бы о своих преемниках. Это не значит, что это должны быть именно наследники, или что-то такое. Я не думаю, что он детей думает назначить вместо себя там царями всей Руси. Вот, ну, преемник это не значит, что именно должны быть обязательно дети. Я не знаю, кто это может быть, там, Шойгу, или кто ещё. Но это преемник, разумеется, позаботится о его потомстве, чтобы они жили, там, не тужили. О детях, внуках, ну, и так далее. Во-первых. Во всяком случае, я поступил бы так, а вы разве не так поступили бы? Подытоживая свой монолог, я хочу сказать о том, что, во-первых, я вообще не очень верю, вообще не верю, скорее даже, что у Путина рак, и что он скоро помрёт, по нему это очень даже и незаметно, не видно. Не похоже на это. Что у него рак, и он скоро помрёт. Это раз. И второе, короче, я точно не думаю, что ему наплевать на всё, и наплевать, что будет после него. Только очень глупый человек не думает о том, что останется после него. После него останутся дети, в конце концов, и потомки, и что-то. И я очень не думал, что ему наплевать. Вот. Мне интересно ваше мнение об этом, и мне интересно, кто-нибудь вообще что-нибудь слышал про то, что Путина рак? Напишите в комментариях, пожалуйста. Кого интересуют мои монологи, ставьте лайки. Или просто... Короче, подписывайтесь на канал, если не хотите, не подписывайтесь. В общем, как-то так. Вот. Спасибо за просмотр. Ваше мнение. Интересно. Что я русский был партизан. Редактор субтитров А.Семкин